Всем привет! В этом уроке мы с вами попробуем научиться развивать чувство ритма. Для этого нам потребуется метроном, гитара и в принципе все. Но для начала давайте проясним некоторые моменты. То есть мы сейчас будем говорить о таких вещах, как четверть, восьмая, треволь, шестнадцатая. Давайте посмотрим, что это такое. Четверть это у нас одна нота, которая играется на один стул. К примеру, возьмем с вами метроном, поставим его в комфортном для нас темпе. Например, пускай это будет 60. 60 bpm мы с вами ставим. Вот метроном стучит. Для начала, чтобы вам понимать, как работать на гитаре, вам сначала нужно просто привыкнуть к нему с помощью хлопков. Например, четверти у вас будет получаться просто, вам нужно попадать в хлопок, в клик метронома. Это и будет четверть, чтобы в вашей ладони они четко стучали под него. Это четверть. Теперь нужно попасть вам два удара. Это будет восьмушки. Вот у нас было. Раз. Раз, два, раз, два, раз, два. Какие сразу же ошибки возникают при игре восьмых нот? То есть здесь у вас получается, некоторые ребята, которыми я занимаюсь, они сразу же играют так. Та-та, та-та, та-та. То есть постарайтесь сразу же сделать так, чтобы у вас именно эти два удара, они были абсолютно одинаковые между друг другом. Раз, два, раз, два, раз, два. Потом тоже самое триоли. Триоли у вас уже логически, если мы будем с вами мыслить, то это три удара на один клик метронома. Раз, два, три, раз, два, три, раз. И завершение шестнадцатой ноты. То есть получается у нас раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз. то есть как только вы это сначала про хлопали под метроном переходите на медиаторную технику и играете все то же самое на струне потому что разница в клапках и игре на гитаре на струнах это немножко по-другому все взаимодействие какую-то другой то есть гораздо проще хлопать но даже если вы хлопать не можете то за гитару не беритесь сначала попробуйте просто это все про хлопать чтобы вас четко все ровно получалось например 8 триоли 16 триоли 8 и четверти и так теперь то же самое только пробуем играть с вами на гитаре поехали у нас четверти здесь здесь в правой руки мы с вами чередуем ритм то есть вниз вверх вниз вверх но достаточно в принципе пару тактов на каждую длительность у вас получается 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 3оли 3 4 5 6 7 8 1 2 это 16 3 4 5 6 7 8 вот мы с вами сыграли то есть вот этот ритмический рисунок то есть такая лесенка он вас очень сильно будет дисциплинировать в плане ритма вы будете понимать что такое триоли что такое 16 что такое восьмое и самое важное чтобы вы могли играть это чередовать то есть например вы чередуете сначала один такт ну пускай будет два такта для начала четвертей потом восьмых собственно так как это сейчас сделал я а потом то же самое сходить лесенкой назад и постепенно постепенно прибавлять темп то есть начинайте скажем пускай это будет темп 60 если в 60 вы не можете то в таком случае просто постарайтесь потренироваться играть просто без метронома просто развить медиаторную технику чтобы у вас работала правая рука четко и потом начинаете работать под метроном если например вы работаете в быстрых темпах то это тоже также вас будет стимулировать на прокачку вашей техники например если мы с вами возьмем какой-нибудь запредельный скажем темп понятно что в запредельных темпах например такой темп как там 230 например там или 240 ну 230 такой в принципе как бы комфортный темп но не комфортный а очень быстрый сверхскоростной уже то в нем в принципе очень немногие могут играть длинные пассажи ну в принципе я так сказал что вообще немногие но прикасаться к этому темпу можно то есть именно как раз вот эти один такт например или два такта то есть как раз давать руке такой некий импульс чтобы рука немножечко у вас слегка пришла в некий шок и ваши сухожилия все здесь мини мышцы как музыкантов называют атлеты малых мышц это в принципе справедливое название музыкантов потому что музыканты это тоже некие такие спортсмены поймите правильно только да сейчас не надо там писать вот музыка это не спорт туда-сюда туда-сюда музыка это когда мы занимаемся на технике это тоже превращается иногда в некий такой музыкальный спорт чтобы преодолеть там скажем какую-то величину там bpm или выучить как-то пассаж то есть сыграть его чтобы он звучал четко ровно быстро красиво и и внятно вот поэтому такое в кавычках такой спорт музыкальный и теперь давайте попробуем сыграть в быстрых темпах послушаем как это можно все сделать и так после таких вот небольших упражнений вы попробуйте потом сыграть какие-то ваши свои другие пассажи которые вы ранее играли и увидите насколько вы четко будете уже играть и какой у вас уже даст правая рука импульс в плане продвижения вашей техники я надеюсь что этот урок был вам полезен пока